В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте! Факельное шествие в Одессе отменили. Об этом сообщили в пресс-службе всеукраинской организации «Патриоты Украины». В обращении говорится, что, цитирую, есть достоверная информация, что отдельные пророссийские силы запланировали на 14 октября совершить провокацию, которая будет угрожать здоровью и жизни рядовых одесситов. Поэтому организаторы сочли целесообразным отменить марш в Одессе, но поддержать главный марш в Киеве. Конец цитаты. Напомним, сегодня одесский правый сектор также отказался от участия в факельном шествии. Одесские правоохранители проверяют факт подкупа участников предвыборного митинга оппозиционного блока, созванного 9 октября около здания Одесской облгосадминистрации. По проверяющимся гору правления МВД данным, оплата за участие в мероприятии составляла 100 гривен. Согласно закону, такой подкуп карается штрафом или ограничением свободы сроком до двух лет. Стоит отметить, что в митинге оппозиционного блока участвовали около 500 одесситов. Активист Совета общественной безопасности Марк Гордиенко снимает свою кандидатуру с предстоящих парламентских выборов. Об этом уже экс-кандидат в нардепы сообщил нам по телефону. Причина очень простая, что у нас есть главный враг по 135 округу, враг Одессы и всего прогрессивного человечества, это Кивалов. И социология показывает, что Кивалов, если бы выходил на один на один или хотя бы один к двум против проукраинских кандидатов, он однозначно проиграл. Поэтому задача всех внятных проукраинских кандидатов снять свои кандидатуры, чтобы на 26 числу не разговаривать голоса. Кто основные конкуренты? Поселянин, до сегодняшнего дня остался, кто все знает, у нас Рондин и Наумчак. Правильно? Так вот, двое из них противороские негодяи, а один просто неудачник, которому не повезло. Круг снял свою кандидатуру с выборов из-за политического заказа. Кандидат в народные депутаты по 133 округу Вячеслав Круг отказался от участия в предвыборной гонке. По словам политика, в связи с судебным разбирательством у него не остается времени для проведения предвыборной кампании и встреч с избирателями, что является основной причиной его снятия. Напомним, 29 сентября, на седьмой день после того, как Вячеслав Круг зарегистрировался кандидатом в народные депутаты, в дом вырвались представители правоохранительных органов в масках и с автоматами, напугав спящих детей у политика пятеро, а также супругу, а его в наручниках увезли в столицу. Позже Круг был выпущен под залог. Народную иллюстрацию необходимо продолжить. Такое мнение выразил на пресс-конференции политолог Геннадий Чижов. Он квалифицирует действия радикальных сил как вынужденную самозащиту. Политолог считает, что отсутствие реформ и рост коррупции просто обязывает ультраправых продолжать традицию альфаторизации. Чижов также высказал уверенность в том, что активисты не будут привлечены к ответственности за нападение на чиновников. В пятницу вечером по трамваям погибла женщина. И уже в воскресенье ее близкие провели акцию протеста на шестой станции Большого Фонтана, где и произошла трагедия. Под колесами электротранспорта оказалась 36-летняя Оксана Завьялова. Версий произошедшего довольно много. Мнение о ГАИ и близких погибшей в следующем сюжете. Ее любили родные и близкие. Она была душой компании. У Оксаны Завьяловой остались 7-летняя дочь Даша и муж. В день трагедии 9 октября он вернулся из зоны АТО. Я думаю, что девочка останется с папой. Она как бабушка. Ей 83 года. И я не думаю, что она сможет потянуть и дать должное воспитание ей. В данный момент статистика обл. ГАИ говорит о том, что по вине водителей трамваев. В этом году произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Что касается этой аварии, в госавтоинспекции немногословны. Здесь, во-первых, еще идет следствие. Это не ДТП, не трехмесячной давности и не годичной давности. И, соответственно, это проводится следственное мероприятие, то есть следственные действия проводятся и выясняют полную степень диновности каждого из участников дорожного движения. Единственное, что, вот единственное, знаете, даже сравнение это ДТП. Там для перехода не установленное место. Водитель трамвая после аварии была в шоке. Она говорит, даже не видела пешехода. По ее словам, женщина подошла к трамваю сбоку, пока вагон двигался. Другие свидетели рассказали, она пыталась сесть на ходу. Нет, не видел. Ребята. По мнению друга Оксаны, который оказался на месте уже через 40 минут, женщина погибла, не заметив трамвая, который резко выехал с разворотного кольца. Говорит, никаких мер безопасности на этом участке ни заборов, ни знаков не было. Очень плотно прилегают ларьки, павильоны рынка к проезжей части и к разворотному кольцу трамвая, что, в принципе, и могло повлиять проезжейшему ДТП. Скорее всего, она была просто ослеплена ярким светом первого трамвая. И так как трамваи в Сепке все-таки шумно идут, она просто не заметила следующий трамвай, шагнула, была откинута им на стрелку. И там уже в стрелке, в этом треугольнике произошло просто сдавливание. Семья Оксаны последний месяц жила у друзей. У ее дочки и мужа до сих пор нет своего жилья. Теперь они остались еще и без родного человека. С Оксаной близкие будут прощаться послезавтра. Анастасия Симонова, Наталья Костенко, Алексей Филиппов, Алексей Очиповский. Седьмой канал. Еще одно ДТП с участием трамвая. На этот раз вагон сошел с рельсов и повалил бетонную опору контактной сети. Это произошло на Николаевской дороге в районе Прадмаша. Трамвай шел по седьмому маршруту в направлении поселка Котовского. У электротранспорта сильно повреждена водительская кабина. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и аварийная служба. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В Одессе задержаны члены международной организованной преступной группировки. А на протяжении последних двух лет они занимались разбойными нападениями, похищениями людей, вымогательством и другими имущественными преступлениями. Под видом сотрудников милиции похищали предпринимателей, подвергали их пыткам, после чего получили доступ к денежным средствам и ценностям заложников. «Было обнаружено большое количество оружия у указанных фигурантов. Это и охотничьи ружья, это карабин, пистолеты, наручники, боеприпасы к оружию. Кроме того, было изъято большое количество ценностей, а также денежных средств, ювелирных украшений, дорогих часов». Организатором преступной группировки оказался уроженец Ближнего Востока со участниками двое жителей Днепропетровска и житель Одесской области. По данным фактам начали уголовные производства по четырем статьям. Следствие продолжается, и милиция обращается ко всем гражданам, кто владеет какой-либо информацией относительно противоправной деятельности данных лиц, обратится в Управление по борьбе с организованной преступностью по телефону. В Одессе в доме семьи одесского предпринимателя Дениса Волошина, который в судебном порядке пытается вернуть у представителей группы Иванющенко Аврамов законы акции рынка «Седьмой километр», прошел обыск. Он был проведен на основании решения Печерского суда Киева. Согласно судебному решению, правоохранители искали возможные улики причастности Дениса Волошина к вымогательству средств у одного из близких к семье Януковичам, сотрудника администрации «Седьмого километра». Сам предприниматель называет обыск расфлатой заведения судебного спора. Кто-то вынуждает меня, кто-то меня пытается заставить прекратить судебные тяжбы и прекратить отстаивать свою точку зрения и свое право на собственность части в «Седьмом километре». Кто-то пытается предотвратить возврат законным собственникам «Седьмого километра». От меня вымогают прекратить судиться и прекратить даже какие-либо попытки вернуть свою собственность. Я же вымогаю честной судебной власти, я же вымогаю честной судебной работы правоохранительных органов, а самое важное – освободить Украину от той нечисти, от той семейной нечисти, которая наполняет до сих пор и наш город, и нашу страну. Напомним, 7 октября Высший хозяйственный суд Украины отменил свое прежнее решение по «Седьмому километру», которым оставлял предприятие в собственности представителей семьи Януковича. Дело повторно рассмотрит хозяйственный суд Одессы. Судебная тяжба тянется более четырех лет. Уровень воды в Дунае на водных постах Рине и Вилково значительно превышает уровень средних многолетних наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба водных ресурсов Украины. На водных постах украинского участка реки Дунай на конец первой декады октября уровень воды достиг следующих показателей. 417 сантиметров в Рине, 243 сантиметра в Измаиле, 116 сантиметров в Килье и 50 сантиметров над нулевой отметкой в Вилково. В свою очередь на постах в Ланеште, в Республике Молдова и в селе Маяки Одесской области уровень воды в Днестре также превышает норму – 287 сантиметров над нулевой отметкой поста соответственно. Специалисты опасаются, что такое повышение уровня воды в Дунае и Днестре может стать причиной подтопления населенных пунктов Одесской области. В зоне боевых действий ведется подготовка к зимнему периоду. Медленно, но уверенно, с помощью волонтеров населенные пункты Луганской области завозят сам печки и дрова. На данный момент бойцы батальона «Шторм» разместились на территории одного из домов отдыха на востоке Украины. По словам подполковника Андрея Мельника, на текущий период добровольцы полностью обеспечены боевой экипировкой, теплыми вещами, продуктами питания и личной гигиены. Волонтерская помощь ощущается на каждом шагу в зоне АТО, начиная от предмет личной гигиены, нательного белья, обмундирования, продуктов питания. Все это благодаря волонтерам. Выносливость, командная работа и оказание первой помощи. Всему этому учились студенты-первокурсники медицинского университета. На оздоровительной базе «Медик» для них прошли спортивно-медицинские соревнования. Подробности знает наш корреспондент. Наша команда! Медбат! Наш дивид. У нас крови, адреналин и наш отряд непобедим! Такие игры для студентов-медиков проводятся уже 13-й год. Кроме спортивной составляющей, конкурсы обучают первокурсников ориентироваться в экстремальных ситуациях. Сейчас мы отрабатываем прием-крикотаж, который применяется при чрезвычайных ситуациях. Студенты должны как можно быстрее эвакуировать больных и распределить их по степеням тяжести их ранений. Словно будем считать, что у нас здесь кого течет. На сегодняшний день у нас в стране происходят такие события, что это достаточно важно. Мы хотим обучить своих студентов в любой ситуации, быть готовым ко всему, пытаться помочь ближнему своему в любой ситуации. Всего в играх в спортивный госпиталь приняло участие 120 первокурсников со всех факультетов. Они объединились в 8 команд. Ребята проходили полосу препятствий, переносили раненых и играли в страйкбол. Несмотря на то, что погода сегодня не особо радует, у ребят очень хорошее настроение. Они с самого утра танцуют, веселятся, еще подбадривают страйкбол всех очень сильно. Они все безумными глазами смотрят и спрашивают, когда, когда. И не знаю, первый раз у меня просто уже не первый раз сыграть техники, первый раз настолько, первый курс они впервые, но они настолько рвутся все познавать, все делать. Ощущения просто отличные. Конкурс шикарный. В яме, конечно, копаться не очень, но таких ощущений я еще никогда не испытывал. Держишь, да? Да, держусь. Для конкурсов необходима хорошая физическая подготовка. Несмотря на это, организаторы говорят, что девочек приходит больше. Они и стреляют, и проходят по канату, и ползают по-пластунски. На самом деле это кажется сложным, но если попробовать, то ничего сложного в этом нет. Наоборот, очень интересно, и это очень увлекает за собой. И хочется проходить все больше и больше. Вот я проходила второй раз, намного интереснее, чем даже в первый. Инициаторами игр «Спортивный лагерь» выступило студенческое самоуправление университета. Раньше эти соревнования назывались «Щит отчизны». Мы поменяли 50% конкурсов, то есть я и мои друзья, эготехники, мы сидели, придумывали конкурсы, также полосу препятствий, этот конкурс, страйкбол мы тоже вели, тоже мы, как бы, это впервые в этом году. Администрация университета поддерживает мероприятие и видит в нем больше, чем просто досуг для студентов. Они учатся и оказывают взаимопомощь, самопомощь. И, ну, в общем, опыт военных действий вот сейчас уже говорит о том, что те из добровольцев, которые вот играли вот в эти игры, более защищены и смертность среди них намного ниже, чем у тех, кто еще, в общем, не держал, не играл даже в такие игры. Юлия Федорова, Олеся Повар, Сергей Чумаков, 7 канал. К истокам военного искусства. Курсанты военной академии провели круглый стол, посвященный истории украинского казахства. Каждый участник выступил с докладом, в котором постарался раскрыть различные стороны жизни запорожцев, их традиции, тактику ведения боевых действий и самоорганизации. Нашим ключевым вопросом будут традиции казахских запорожцев. И, как подсумок, мы должны сделать, какие же из этих сказанных традиций мы можем втелить в жизнь в современных силах Украины. Представителей казахских общественных организаций на мероприятия почему-то не пригласили. Зато, помимо изучения истории, были казахские песни и танцы, которые представили коллективы военной академии. Одну из песен исполнили Акапельна. Бальные платья, фраки, мазурка и благотворительность. 18 октября состоится первый Одесский бал. Его главная цель – возродить в городе традицию проведения подобных мероприятий и собрать деньги на благотворительную акцию для детей-сирот. Всех приглашенных предупреждают – дресс-код должен соответствовать стилю мероприятия. Программу обещают насыщенную. Открытие бала будет, как традиционно на балах это принято, открытие полонезом. Будут вальсы, будут польки, будут танцы средневековья, эпохи Ренессанса, барокко. Притом танцевать будут как дебютанты, точно так же и будут проходить мастер-классы на самом балу. Кроме танцев в программе, показ модной одежды от украинских дизайнеров, музыка от камерного оркестра Одесской филармонии, вокальные выступления и многое другое. Попасть на мероприятие можно, получив пригласительное или купив билет. Стоимость последнего – от 500 до 1000 гривен. Организаторы рассчитывают продать не менее 50 билетов. Собранные деньги потратят на акцию «Подари мечту». Все деньги с проданных билетов мы передаем на эту акцию. Мы хотим подарить детям-сиротам путешествие в парижский Диснейленд. Мы выберем один из. Скажем так, никаких приоритетов нет. Наверное, самый нераспиаренный детский дом. И возьмем список детей просто методом тыка, выберем этих деток. Надеются организаторы и на щедрость приглашенных гостей. Ведь среди них депутаты, дипломаты и деятели культуры. Всего балл посетят около 300 человек. О сумме собранных денег и организации поездки детей-сирот в Диснейленд организаторы обещают сообщить в прессе и разместить информацию на сайтах организации-участниц. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам и берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok